Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня я поиграю в игрушку, которую меня уже давным-давно просят. Она называется Family Neighbor Secret Escape, или что-то типа того, короче, название какое-то длинное. Но здесь против нас будет целая семейка. Папа, мама, дочка там вроде бы, сынок, бабуля, если я не ошибаюсь. Ну, короче, давайте нажмем начать игру, и просто на это все посмотрим. Всего 15 уровней, видать, тут еще и сюжет будет. What's your neighbor on the mini-map? А что на английском я русский не включил, да? Вот я всегда забываю это сделать, а что такой тупой, а? Ну, ладно, сейчас мы будем знакомиться с этой семейкой, смотри, что это. Ага. Ну, короче, в городе... Ох, да нифига себе. Так, а здесь еще управление надо будет настроить, да? Ой, вон, смотри, бабуля в зеленом. Подожди, а что, еще несколько бабуль будет? Так, я не понял. Подождите-ка. Что-то как-то жестко слишком. Давай язык поставим сначала русский, чтобы я понимал большую часть. Ну, что-то как-то капец какой-то. Угу. Сколько врагов-то всего будет? Вам покажут, я этого не знаю, сейчас я быстро, ребята, настрою управление. И мы будем с вами уже рубиться и знакомиться с этой семейкой. В городе произошло убийство и ограбление. Ваш сайт подозрительный, сейчас он дома с женой. Проберитесь в его дом. Амм... Да. В его дом найдите ключ и откройте парадную дверь. Хорошо, сейчас мы это сделаем, но перед этим я сейчас настрою управление. Ну что, все готово, ребят. Как вы поняли, это, кстати, игрушка от разработчика. Вот клоуна, не клоуна там и так далее. То есть всех вот этих вот игр. Блин, я забыл кое-какую еще настроечку выставить. Ладно, я это потом сделаю. Просто я сейчас немножко в другом режиме записи начал играть. Из-за того, что у меня проблемы с эмулятором были туда-сюда. Ну, тут я это пофиксил, считайте. Но сейчас снимаю немножко по-другому. Вот такая вот точила у этой семейки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каждый раз все круче и круче тачка. Ну, хотя я даже не знаю, что это за тачка. Честно говоря. И мне нужно как-то пробраться в дом. Обходы, конечно, есть, понятное дело. Сейчас мы так и проберемся как-нибудь. По-хитрому. Но вот сколько врагов. Вот это вот уже совсем другой вопрос. Я так понимаю, это короткий путь залезть домой к ним. Интересно. Так, ну сейчас смотрите, что мы намутим. Стульчик нельзя взять. А что можно? Возьмем тогда бочку. Сейчас запрыгнем. Готово, готово. И смотрите. Бэнк. И можно здесь пролезать. Йоу. Здравствуйте. Там уже кто-то ходит вон. На карте, видите? И он, по-моему. Ах ты, ё-моё, бабуля. Он, по-моему, на моём этаже. И эта бабушка меня грохнула. Хотя тут ещё, знаете, вопрос. Бабушка это или нет? Может, это жёнушка? Это в той игре, где больница была с бабулями. Она была бабушкой. А здесь она может быть действительно и жёнушкой. Вот это вот вопрос. Потому что здесь чё написано? Ага. Сейчас он дома с женой. Видите? То есть это, походу, его и жена может быть. А чё это за проход вообще? Сюда можно? Нет, сюда нельзя. Ну, давай через обычный пойдём вход. Просто сломаем сейчас окно где-нибудь. А, ну это чем-нибудь надо ещё делать. Вон, смотрите, она. Ага. Стоит такая. А где этот сам подозреваемый, про которого они пишут? Вот это вот вопрос, конечно. Хоба. Эх. Эх, не хватает немножко сил допрыгнуть, к сожалению. Но я снова через тот проход, наверное, хитрый пойду. Да уж. Но это пожёстче будет игра. Тут явно противников будет побольше. Она гораздо сложнее. Вот я теперь понял, за чего вы мне её советовали. Против одного клоуна-то ещё легко играть. А вот против всей семейки... Вот это уже совсем другое дело. Так, а смотрите, как она будет реагировать на меня? То есть, если я буду смотреть вот через стёклышко. Даже не знаю. Но я возьму на всякий случай вот этот кувшин. В руках буду таскать. Дверь только что закрылась. До этого она была открыта. Вот это немножко уже подозрительно. Где эта бабушка-то, жена точнее? Тут вопрос. Блин, она для меня всегда бабушкой останется, мне кажется. Так, здесь ничего. Я это оставлю, тогда возьму мяч. Я мяч больше люблю. Он меньше экрана занимает. Это получше. Так, ну пока я вообще ничего не нашёл, хожу, блуждаю здесь по комнатам. Дом просто другой, я пока знакомлюсь с ним только. Если честно. А здесь вообще нет никаких лестниц. Просто погулять, посмотреть. Да... Ты чё не можешь зайти-то, а? А куда мне надо? На второй этаж, что ли? Там будет ключенцей. Вот что-то мне подсказывает, что да. И, кстати, дом не такой уж и большой, если честно. Либо я пока что с ним плохо познакомился. Ну, по-моему, там я всё проверил. Ну, вот бабуля, по-моему, где-то всё-таки наверху здесь. Хотя пока на карте она не отображается. Но она в любой момент может откуда угодно вылезти нежданчиком таким. И будет не очень хорошо. Еды я уже прилично насобирал. Сказать честно. И вот что-то мне подсказывает, что она в этой части здания. Прям не знаю что. Но почему-то мне так кажется. Ключей пока нет вообще. Но мне нужен только один, в принципе. Так что расстраиваться не стоит. Здесь ничего, блин. Но я ещё не все комнаты проверил тоже. Но что-то как-то... Я немножко... Запутался. Собственно говоря... А где тогда? Я, по-моему, всё проверил. И самой этой... Жёнушки этого чувака не было. И самого этого подозреваемого не было. Интересно. Так, ну пока я даже один ключ не нашёл в этом новом доме. Вот это проблемы. Это первые проблемы. Да я и саму ещё вот эту вот жёнушку не увидел. Такое ощущение, что куда-то пропало. Либо здесь есть потайные какие-то проходы. Даже не знаю. А-а-а! Вон, смотри-ка! Ёкарный бабай! Да там целый дом ещё! Сейчас-ка. И забираем давай. Да, я могу туда пройти. У меня такое ощущение, что она там. Где она ещё-то может быть? Дом огромный получается. Ё-моё! И мне где-то сейчас... Ой-ёй, вот она. Так. Бросили! Отлично, и стартуем отсюда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Убегаем как можно быстрее. Но, по-моему, мне это не поможет, потому что меня сейчас всё равно догонит. Так, хотя я смог. Прекрасно. Так, она там где-то. Не знаю, я столько пробежался, честно. Но, в итоге, ключей я не видел. Но мог пробежать спокойно вполне. Но мы её нашли. Эту бабулю. Сейчас бы мне ещё мячик найти, на всякий случай, чтобы в руках был. А то мало ли. А, вот, спасибо. Мячи как раз-таки. Ключей вообще нет. Что ж такое-то? Такой огромный дом. Ну да, собственно, тут семейка целая живёт. Не один клоун. Ну, клоун-бандюга был. У него дом просто так большущий был. Так, куда ты бросаешь-то, а? Зачем ты бросил? Кнопка что-то зависла. Нет, реально, а где ключ-то? Я уже столько обошёл всего. Ладно, этот этаж я проверил уже точно. Заберу тогда еду. Проверю ещё какие-нибудь вот эти вот двери. Не, ну просто я чисто не понимаю, что я ещё не проверил. У меня такое ощущение, что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Мужик, ты кто, блин? Это муж, походу. Ёкарный бабай, мы его нашли. Вот это нормально, так, я понял. А где мне теперь этот искать? Ключ? Ой-ёй-ёй! Ё-моё! Бабушка! Здравствуйте! Ёк-макарёк! Они меня окружили в этом здании! Офигели что ли? Полегче можно как-то? Я всё проверил, ничего нет, блин. Какой-то голяк полный. Ничего не нашёл, ребят. Чё за отстой? Так. Ладно, вроде всё чисто. Но это только вроде. Ага, вон снизу. Она меня не увидела, ништяк. Перешли бы они все в другое здание? Было бы отлично просто. Но увы. Они это вряд ли сделают. Так, это компьютерный кабинет, он мне не нужен. Но мы встретили того дядьку. Это получается вот он. Он, по-моему, один пока из самых страшных персов. Даже клоун отдыхает где-то в сторонке по сравнению с ним. Злой такой, капец просто. Ой, ну наконец-то! Можно было ещё куда-нибудь пожёстче заныкать, а? Всё обошёл. Вот реально тупо всё обошёл. А вот, смотри, как раз мы открываем. Всё. Ё-моё! Это первая миссия. Я напоминаю, это первая миссия. Просто какая-то жесть. Я столько всего, блин, обошёл. Целый дом, реально. Видать, оно так и надо было, чтобы познакомиться с домиком-то, а? Ах, ладно, смотрим, что у нас дальше будет. У вашего соседа повсюду камера. Найдите книгу с паролями от его компьютера и получите записи. Ага. Ну, сейчас сделаем. Смотрите, ребят, обоих выгнал на улицу. Они сейчас за мной один пиликает вроде, как несётся. Смотри, какой шустрый. Короче, у нас есть один плюс в этой ситуации во всей. Мы знаем, где находится комната с его компьютером. Она в другой части здания. Получается, от неё, скорее всего, нужно найти ключ. И там уже разберёмся понемножку. Так как я их сейчас выгнал на улицу, они где-то гуляют. Мы можем сейчас спокойно пробраться в дом и тут уже что-нибудь делать, да? Так. Ну, я считаю то, что всё-таки в этой части где-то будет этот... Как его ключенцей. Потому что в другой части уже находится кабинет с компьютером. Вот это моя логика, в принципе. Не знаю, насколько это всё окажется правдой. Но я буду надеяться, что это окажется правдой. Здесь снова хавчик. Ну, хавчик это хорошо, в принципе. Чтобы убегать. Их же сразу двое. Как бы это тоже проблемки. Сваливать от них. Ну, да. За этого хавчик нужно собирать всегда. И как можно больше. А то потом сил убежать не хватит. И всё. Кирдычка сразу настанет. Так, здесь что? Ага. Ещё если поблизости не будет где спрятаться, это вдвойне фигово. Ну, давай спускаемся. Они что, по-прежнему гуляют, что ли? Походу, да. Не знаю. Ну, если гуляют, то это хорошо, в принципе. Пробетриваются, да, всё такое. Но мне нужно же ключ найти. Это время максимально чётенько использовать, продуктивно. Но пока что-то кроме еды, я в комнатах вообще ничего не нахожу хорошего. Это прям жесть какая-то. А представьте, что та комната и так открыта. Мне просто нужно к компьютеру прибежать, да и всё. Это будет, конечно, немножко подставно как-то. Так, давай сюда. Ага. И снова мне сейчас надо перебираться как-то по-другому. Я не понимаю, как здания... А, вот они как соединены. Достаточно просто. Ё-моё. Ой. Здорово, дядя. На тебе в глаз. Я побежал. Я нашёл книгу с паролями. Сейчас нужно на компьютер убежать. Я помню, где компьютер. Он тут. Но за мной нападение выехало. Ах ты, тут ключ же тоже нужен. Ё-моё. Я думал, всё будет гораздо проще чё-то. Ключа-то у меня нет. Да. Ну, продолжаем поиски тогда. Что ещё остается? А. Зашибончик. Абсолютно нелогично. Вот честно говорю, вообще нелогично получилось. Обычно в противоположных частях здания всё это происходит. А тут как-то всё в одной части. Неожиданно. Ну, я выполнил миссию. Готово. Уже с домиком более-менее познакомился. Хух. Ладно. Нормально. Ну, я думаю, ребята, на первой серии хватит. Познакомились с домом. У нас пока что только два здесь персонажа. Это муж и жена. Хотя жена в одной из частей была бабулей. Не знаю, чё такое. Но всё-таки. Ага. Здесь ещё пока что новых персов не появилось. Но вообще, по сути, у них ещё бабуля будет в красном платье. И точно дочка с сынком. А сынок похож на того, кто у клоуна был в могилке самой первой части. Персе достаточно схожие, короче. Так что в дальнейшем мы будем встречать старые лица. Не удивляйтесь. Ладно, ребят. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok